всем привет и слава украине передача новости с кавказа продолжает свою работу с вами я герман ассадзе и сегодня у нас геополитика вокруг каспия с хорошим знакомым и любимым по мере званом бусэдом приветствую зван очень рад видеть здравствуй здравствуйте приветствую тебя и наших уважаемых телезрителей ну начну я с очень важной темы я считаю что ключевой я хочу чтобы наши зрители все дружно поздравили звана с днем рождения который у него был вчера из вас полтинником тебя дорогой спасибо всего самого-самого наилучшего спасибо спасибо полтинник он и в африке полтинник ну приятно главное внутри быть молодым и энергичным но я тебе скажу что полтинник по временам сейчас уже и хоть и не первое это все-таки вторая молодость поэтому только всего еще предстоит делать но это бог и творческих успехов тебе спасибо главное здоровье ну а что перейдем к делам нашим скоро мы не очень разные дела конечно же конечно же начнем с армия на азербайджанского драка я думаю что это правильно вот такой дипломатический марафон вашингтон брюссель москва скоро опять москва потом кишинев кишинев как-то странно смотрится во всех этих точках тем не менее даже я скажу так что это хорошо что кишинев потому что как бы свои все свои казалось бы родненькие гуамовские смотри лавров комментируя значит итоги встречи байрамов бирзоян сказал следующее что идет работа над текстом мирного договора и вот так как всегда тело детали но нужно решить все спорные острые вопросы а потом подписать именно договор это прошло на дипломатическом языке дело это ничего это просто набор слов про сон это не сон сон это не про сон а суть такая москва очень хочет попытаться спасти тот формат который она начала до запада то есть но мы видим что не азербайджан не армения и в первую очередь кстати очень активно сама армения не хотят быть заложниками того что прописано или обговорено в москве потому что это и по законам дипломатии сколько площадок площадок столько и вариантов для обсуждения я думаю москва с этим уже согласилась но согласилась но как каждая встреча брюссель и в вашингтоне ей предшествовала и после нее тоже были бои столкновения на границе или же какие-то события в зоне рмк слова зона уже вот так мы привыкли и сейчас понятно что пока промежуток между встречей которая была уже глав мид и возможно предстоящей встречей руководителей опять-таки в москве будет на тишина тишина будет москве будут пытаться выстроить понять как в этих новых реалиях они могут защищать свои интересы менеджментом конфликта вот это мое любимое слово я именно очень занимается в первую очередь москва это менеджмент конфликта создание новых очагов через различных новых фигур старых фигур внутри карабаха внутри армении внутри азербайджана инструментария особого нет я не говорю что полностью нет но в руководстве и в основной скажем так политической элите или общественной жизни мало что может россия через азербайджан изменить азербайджан как как бы ледокол у него уже свое направление с определенной скоростью иногда быстро иногда не очень иногда ломая иногда просто двигаясь мы идем к тому к чему идем мы это не скрываем что вопрос должен быть решен никакого карабахского вопроса или конфликта нету а остальное все предлагается к этому то есть для азербайджана это первый стипен поэтому пока будет тишина но вот промежутка после москвы когда я почему-то думаю что может я ошибаюсь что особого прорыва быть не может прорыв может быть только в одном что москва молча скрипя зубами согласиться всеми наработками которые были это в вашингтоне которые были брюсселях и кишинев кстати кишинев руководство молдовы заявила что последний раз вообще в перспективе если будет какое-то мероприятие снг саммит лидеров это будет последний раз то есть в этот раз европейское мероприятие а вообще почему-то под него было заявление что кишинев больше не будет принимать снг саммит это тоже интересный шаг но об этом как бы это отдельно поэтому до 1 июня после 25 мая до 1 июня посмотрим посмотрим как оно сложится будут ли обострение да это очень интересно слушая вот в связи с этим мы же все таки как говорит копчек были все таки слова знаешь да этот анекдот по поводу того что когда словам пришли ежики и сказали ну блин лисы достали иди от нас что нам надо делать а люди и сутники пришли ну вам нужно срочно превращаться в это уже тактика я по вопросам стратегии так что мы же мы же со в этом плане поэтому давай все таки посмотрим ведь ситуация в которой находишься россия очень важно очень большой фактор в нашем регионе основополагающий но теперь как историку гляди знать уже более двухсот лет как раз пола основополагающий качественно изменилось качественно изменился скажем так содержание и место россии в мире вот за какой-то год что за черный лебедь и в этих условиях что россия может хотеть от азербайджана давай просто четко по пунктам попытаемся смоделировать ситуацию до мелких вопросов мы тоже это возьмем а так глобально ну как совы да как совы давай это уже да это суслики сами сподобятся значит новый давай вспомним новый расклад появился после осенней войны двадцатого года в нем активно участие принимала внешние игроки россия и турции сейчас до конца мая мы знаем турция занята внутри политические вопросы и на этом фоне есть несколько важных вещей азербайджан не будет принимать никаких особых кардинальных решений в связи с тем что понятно что все ждут активизации турецкой внешней политики в том числе в нашем регионе сейчас очень много ресурсов и сил азербайджан в том числе вкладывает в то чтобы в турции казалось бы весовые категории конечно разные куда азербайджан куда турция но кто знает он понимает роль азербайджана во внутриполитических процессов в турции в той ситуации которая перед вторым туром и так далее после то есть а москва она конечно же я его понимаю у нее своя проблема ей нужно тянуть это дело пока с украины не станет ясно то есть тут казалось бы особых и сверх интеллектуальных способностей не надо а значит что мы получаем в сухом остатке москва ни в коем случае не будет даже те самое смешное то что сама москва предлагает то есть после трехстороннего заявления она сейчас ей не нужно самой ситуация поменялась ситуация поменялась в нашем регионе ситуация поменялась в связи с войной вторжение в украину а значит все что москва проговаривала до этого это уже пока что и для нее не актуально но это не значит что для запада для других игроков для азербайджана да для той же армении есть она хочет выжить как государство на южном кавказе нам всем нужно двигаться пусть маленькими шагами пусть я не знаю иногда к сожалению кровопролитие но надо двигаться россии сейчас важно чтобы движения не было чтобы были разговоры были встречи и попытаться она уже понимает что остался один серьезный рычаг звено или я не знаю рычаг это через рмк и через всяких вот этих подставных лиц в карабахе том числе гастролеров я имею ввиду рубен варданян или вот эти закоренелый преступник самуэл бабаян попытаться смоделировать маленький конфликт ценой жизни карабахских армян зачем скрывать давай честно скажем что на кону на данном этапе если до этого два года ценой размена была судьба армении и ее граждан приграничные конфликты и так далее то сейчас поскольку армении четко дала понять что выбор сделан и пашинян несмотря на угрозы физические ему его семье он все-таки я так понимаю решил двигаться в том направлении которое позволит ему дрейфовать от россии а значит остается единственный шанс правда несерьезный шанс но других нет это сделать попытаться какую-то бучу сделать карабахи и на этом фоне якобы в кавычках спасая карабахских армян обратиться к международному сообществу вот этого рубена варданяна активизировали деньги же только у него остальные бандиты все они проходимцы единственный кто там с большими деньгами и у которого есть возможность еще деньги брать ну вдруг если не будет выход на большой мир это рубен варданяна и сейчас его как активизировать если его слили ему сказали помолчи потерпи и я я просто представляю как ему должно внутренне мерзко попасть вот в такую поем может ему не привыкать я не знаю но быть как как бы это сказать быть в борьбе с такими как самуэл бабаян с которым наверно вообще бы не здоровался если встретиться на улице да а сейчас он должен имитировать политическую деятельность азербайджан все это прекрасно видит мы все это прямом смысле просвечиваем по всем каким возможным спектром и визуальным и радио интернет и так далее наверное азербайджан тоже моделирует и я считаю что если россия будет продолжать настаивать на вымышленном вот это правах карабахских армян еще каких-то сказках попытаться разжечь конфликт азербайджан не пойдет на какой-то полномасштабный конфликт карабахи там может быть подставы я смотрел капчика он молодец могут быть подставы несколько миротворцев найдут дышащими или вообще уже не дышащими да это не имеет никакого потенциала потому что не европа не сша никому это сейчас не нужно то есть вкладывать в это не принесет никаких пользы что будет кричать российская пресса будет выступать с антиазербайджанскими заявлениями да это же смертный приговор для российских интересов в нашем регионе поэтому по итогам вот небольших столкновений которые возможны к сожалению опять-таки может потеряет какие-то стратегические точки те кто надеются их сохранить в карабахе и тем самым россия просто ускоряет процесс который мог бы завершиться как я всегда говорю к концу 2025 года ну да ради бога есть у нее нет других вариантов как растрачивать остатки вот своего влияния и каких-то элементов которые они получили после двадцатого года ну значит мы учитывая это будем помогать растрачиваем вот этих рычагов и элементов понимаешь в чем дело я ну давай немножко все таки расширим графики потому что карабах карабаха но кроме карабаха у россии есть еще масса линков связи и так далее с азербайджаном например агерчук совсем недавно заявил о том что российская сторона фиксирует значительный потенциал для развития сотрудничества с азербайджан с евразийским экономическим союзом и в общем то это звучит как приглашение в союз ну вот к нашему шалашу вот тут мы вам и картошечки поджарим и мягкое место дадим чтобы вам было удобно чтобы вам было хорошо да бедненько у нас но зато все свои все друг друга понимают вот в этом плане насколько они будут действовать активно ну чем наш нас можно завлечь сейчас в это евразийство евразийские как таежные его называют я этот агерчук проговаривает другие проговаривают нет никакого интереса сейчас именно то есть значит о чем говорит дело какой-то долгий тупик у российской внешней политики что она не может выработать опять-таки все связано с войной в украине и все это понимают что пока там не будет развязки уставку той самого российской же власти нет ничего креативного и не может быть любая новая идея будет перекрыть даже если она будет полезной для российских внешнеполитических интересов высшее руководство кремле не будет заниматься новыми какими-то просто на это нету сил мозгов понимаешь на ресурсов а значит единственный интерес россии бормотать проговаривать вот эти старые вещи старые нарративы тянуть время как не получится тем более то что в активную фазу вступила сша именно по нашему региону и мы видим что бруссель пытается частично освободиться от французского балласта который явно вместе с ираном подыгрывает российским интересам регион иран тоже как этот у ракеты бывают ступени отошел в сторону он использовал свой ресурс пытался нам угрожать но в итоге он растерял я сейчас представляю как в тегеране какие у них предъявы могут быть в москве что вот мы пытались мол а в итоге мы потеряли то есть все будут терять дело я вот как-то стратегически как сова тут просто единственное что с какой скоростью будет терять на данном этапе москва тегеран париж заинтересован в том чтобы терять медленно медленно чтобы доползти до развязки в украинском конфликте и с каким-то провиантом они вот вышли в долгий путь а провианта мало им как бы пройти этот путь продержаться в этом контексте вот мы буквально недавно и у вас в эфире там обсуждали этот железная дорога до астара решки так далее азербайджан никогда не создавал проблем азербайджан всегда готов интегрироваться зачем для этого нам нужно вступать в таежный союз или еще куда-то мы элементарно не западные подобные коалиции не вступаем экономически а тем более военно политически ну и тем более другие тоже если у нас есть огромный опыт развития двухсторонних отношений именно в экономическом и политическом плане зачем нам сейчас это нужно нагрузку брать поэтому я не вижу пока потенциала чтобы азербайджан реагировал на эти предложения мы тоже ждем как говорится подождем на самом деле давай будем объективными и другая сторона медали есть москве так или иначе удалось удовлетно создать экосистему выживания вперед санкций конечно столбами этой экосистемы являются такие страны системообразующие как китай и индия которые закупают большую часть их нефти кстати вот этот спор запада и индии по поводу того являются ли нефтепродукты которые произведены из российской нефти под санкционами он в общем то основной сегодня и я примерно знаю чем этот спор закончится я думаю что ты тоже догадываешься есть страны поменьше но тоже очень важным курсуя например которая играет очень важную роль в экосистеме и есть страны практически все страны постсоветского пространства кроме молдовы которые также включены в эту экосистему в очень малых долях в чем дело для москвы важны две вещи москвы важны важно сохранить вот эти страны во вторых показать что у нас есть положительная динамика в этом плане кстати пример грузии очень показательным то есть что они делают они отменяют визы они запускают авиасообщение нашей власти до этой идут и не показывают что ребята смотрите да мы с грузией сделали то же самое что с украиной и вот сейчас можно наладить отношения да мы значит на протяжении очень многих лет с азербайджаном ввели политику мягко говоря недружественную азербайджану сейчас мы сейчас в трудный момент азербайджанский народ протягивает российскому народу руку помощи это для них важно вот на этих нарративах насколько они будут работать дело давай признаем что все что вот мы сейчас ты проговорил это важно для внутриполитической повестки в россии для внешнеполитических игроков все это не интересно то есть нужно свой народ убедить что они выстроили как ты сказал экосистему новую что наоборот приобрели больше есть цифры которые показатель действительно продажам в основном конечно нефть и газа и сопутствующего они где-то растут это для внутренней политики но если мы говорим о реал политик о том что что в реальности ну как азербайджан так и турции наверное другие пользуются ситуацией это не тот момент когда допустим россия является актором она создает что-то и все подходят и говорят а мы тоже хотим войти в это да тут скорее всего все собрались воспользоваться ситуацией как ты сказал там впервые за 200 с чем-то лет последняя такая ситуация была сто лет назад ну быстро кончилось тогда еще был потенциал была идея большевистская появилась и очень серьезные внешне игроки которые были заинтересованы создание новой империи российской под названием с и сейчас были но обломалась да опять таки подождем то есть принципе и тогда несколько лет ушло я так скажу это давай так возьмем 17 1917 года и до 22 года да вот этот период смуты пять лет 4-5 лет когда вот шла борьба и по итогу еще не началась а вот тут наверно что-то подобное может быть я не отрицаю потому что всего прошел год да еще смену власти не было я бы так сказал может сейчас 1916 год как для николая второго я не знаю это станет ясно когда наступит буржуазная февральская и так далее тогда мы с тобой уже будем двигаться по накатанной дорожке но итог я давай представим гипотетический итог какой-то ну нету идеи это точно понятно сейчас идет разработка новой евразийской идеологии россия это наследник империи чингисхана я просто удаляюсь чтобы мы помнили куда идут золотая орда 2 то есть третий рим кончается наступает золотая орда 2 пытаются работать ну я не знаю на это 4-5 лет опять чудеса бывают может как у большевиков мы помним но я не вижу демографического и другого потенциала чтобы притворить это понятно россия огромная территория большое население мне сейчас для меня лично важно внимательно отслеживать как себя ведут и будут вести западные игроки среди них есть интересанты того честно признаю которые хотят ссср 2 который не против того чтобы россия была вновь сильным игроком чтобы она под себя подмяла уравновесила сша вот уравновесила сша или же в том числе не только это одна группа да и сша не против чтобы была россия у которой есть проблемы для китая видишь как много интересантов мягко говоря да которые бы хотели да но ни в коем случае не сильная россия вот сильная россия нужна ну что некоторыми европейских странам это франция ты знаешь что я очень я всегда советую я мы же знаем прекрасно что для того чтобы изучать историю лучше всего изучать источники я сейчас обратно перечитывал переписку сталин черчилль розовец второй мировой войны очень интересная очень интересный момент там есть такой сорок третий год когда британцы настаивают ни в коем случае не такой ни в коем случае не такой жирул должен быть возглавлять французское правительство в изгнании и так и так далее мы ставим на жиру а деголь он опасен что получилось в итоге мы знаем мы знаем знаем деголь стал героем войны и потом деголь сделал то что он сделал десятые годы и так далее поэтому тут очень важные тут очень важные моменты ты знаешь я тебя сейчас прошу такой сложный вопрос но как бы не сложно некорректно я прошу прощения за вопрос но тем не менее смотри в том же азербайджане есть СМИ которые периодически изучают пророссийские народы прекрасно понимаю что это не может быть без скажем так благословения такая тонкая восточная игра на русском на азербайджанском мы не будем перечислять все ресурсы знаем нет конечно это игра надо уметь выстраивать свою игру нужно держать под контролем давать информацию той части общества которая настроена больше российские зачем это скрывать есть любой стране и проамериканские пророссийские и так далее нужно этот сегмент подкармливать понимать чем он дышит давать какое-то ему направление да и я нормально вот у нас спутник работает к примеру а если есть еще азербайджанский ресурс для нас здесь самый большой раздражитель спутник поэтому часто говорят что даже это у нас есть несмотря на много а остальное все оно как бы да там идут аналитические материалы как бы российская сторона ведет дискуссию через эти ресурсы с азербайджанским думающий частью азербайджанского общества и не только думающий в трассу и свои нарративы но очень осторожно особенно то что касается войны в украине это мы видим что тут никакие вакидоны быть не мог да но какие-то мягкие вот эти чингисхан золотая орда евразийство все по транспортными транзитными вот этим маршрутами вместе будем торговать они как вот я вот одну из заметил советских времен сложилось такое впечатление образ азербайджанца как человека аркашского характера человек с базара которому можно предложить хороший бизнес проект и это будет какой-то растопит любые льды внутри него вот этот ошибочный нарратив который формировался за счет того что там с азербайджана выезжала в россию или куда-то 35 процентов людей торговать и из-за этих трех пяти процентов сложилось что впечатление что все остальные 95 97 процентов они такие же вот этот все рухнуло особенно после двадцатого года хотя мы часто российскими коллегами образ грузина с кинжалом в зубах гвоздика и в заднице которые танцуют и с генку ну во и с рогом вина обязательно вот да да вот эти нарративы поэтому пусть сбрасывают пусть экспериментируют у них методически старые и вот этот образ и грузина как-то сказал образ азербайджанца это при это итог работы и царской россии определенный коридор возможности создали для нас и для вас и в период ссср когда чтобы выразиться чтобы заработать и занять место в обществе там допустим азербайджанцам предоставили узкий коридор внутри которого в основном торговать так уж получить хотя это довольно непопулярно лет двести назад для нас принесло для нас довольно популярно было воевать и вот это парадигма поменялось и сейчас они по этим методичкам пытаются нас нашу молодежь которые уже не имеют связи с этими нарративами в последние 30 лет а особенно последние 10 лет она уже не столько русскоязычный давай тоже признаемся тоже есть и я не считаю это инвестицию какую вот эти инвестиции какими-то чтобы они имели серьезный результат ну мы смотрим тоже смотрим как быть изучаем надо давать возможность сказываться людям надо помнить что делала ложка всегда длиннее я тебе сейчас задам еще вопрос по поводу того вот как бы ты вообще оценил то что произошло вот сейчас в грузии я имею ввиду отмену виз и прямое объяснение то что наши власти на это пошли мало того что пошли вот смотри дочь лаврова приехала на свадьбу на свадьбу его родственники родственников свадьба их прогнали с санными тряпками отсюда не власти власти пытались сохранять прогнали люди прогнали после чего наши власти вышли и сказали кавказское госеприимство нарушили кавказское ну блин ну так вот что ты думаешь поэтому мне отменили почему без виз вели с россии почему вдруг рейсы запустили чего это не такие добрые момент такой запомнился когда соломезу рабич вили президент она по поводу открытия авиарейсов очень жестко высказалась ей запретили летать я спасает свою политическую репутацию ну ладно вот я это хотел от тебя услышать то есть тут получилось я так считаю может я ошибаюсь про французская линия которая близка к российской она пытается прощупывать насколько грузинское общество готово вот к этим реалиям которые для нее готовят потому что рокировка армении грузия она как бы где-то видать проговаривать я так помню где-то проговариваются на западе и товарищи французы из-за дверей а может где-то услышали и с российским товарищем обсуждают что давайте пока не произошла рокировка насильственная мы сами подготовим что-то относительно грузии и с этим придем к западу допустим госдеп скажем вот ребята хорошо там вы по армении хотите что-то делать новое проект давайте уступите нам и грузия не против они же как хотят как видите грузинское общество вот была свадьба вот приехали именитые люди предки которых из грузии да есть еще глубже из карабаха да вот все нормально грузинское общество но грузинское общество показалось что нет ничего нормального в этом нет я считаю это большая победа может это для кого-то покажется мелочью там стояли перед отелем пошумели и как-то сказал тряпками на этими выгнали да но это я считаю это большое историческое завоевание это создаст основу для того чтобы грузинские власти понимали что вот так просто сдать из быть участниками рокировки не получится я очень надеюсь что это будет идти у вас по нарастающим осознание того что вы сделали в этих дней ты понимаешь в чем дело но дать грузию ну допустим там допустим народ там подалили еще что-то сделали там убрали выдавили страны кого-то наиболее активных и так далее но нет логики отдать грузии контроль отдать россии контроль над серединным коридором это как это кто я я не извиняюсь это версия лаврова же согласованная сказали ну вот он человек оттуда земляк да может его как-то он же всегда по грузии предлагает какие-то инновационные проекты после 2008 года да и идеологические и открытие различных российских центров тебе есть я все это помню и так далее грибоедовщина что только не придумали чтобы обосновать участие россии в общественно политической решительной гуманитарных процессов на территории грузии наверное сейчас тоже была попытка такого плана вот милое дело чисто как кавказцы не откажут свадьба но все мы понимаем как можно как можно не прошло то есть вот вот это то что не прошло и сейчас на товарищ лавров должен думать а что делать как выполнить задание может ему нужно было выйти на европейские площадки с темой для обсуждения чтобы его приняли чтобы выслушали для это уже что-то должно быть в руках но пока что в руках я так понял по этой теме ничего нет это бы повлияло и на наш вопрос гела мы почему волнуемся это серьезно сказалось бы и на армяно-азербайджанском конфликте и на той роли россии которые есть в этом вопросе поэтому спасибо тем кто вот перед отелем и не только перед отели я считаю прекрасно прекрасно нельзя расслабляться нельзя расслабляться слишком многое на мой взгляд поставлено просто будущее не просто грузии но и всего раньше говорил южного кавказа не всего кавказа я вот тут недавно сегодня конкретно утром я это прочел упрекнули в том что я не против свободы кавказа но я мало говорю о независимости и вообще не говорю о независимости и народов северного кавказа это несправедливо я постоянно об этом говорю но просто для этого должны созреть соответствующие условия и во вторых конечно же северный кавказ народы северного кавказа воспользуются исторической ситуацией при системном кризисе в россии создадут свои национальные государства причем это не будет развалов россии это очень важно это не развал россии потому что черкесия дагестан это не россия это отдельные абсолютно народы которые не имеют к русскому народу никакого отношения которые были насильственно такой теме как российско-азербайджанские отношения на турецком треке насколько россия хочет воспользоваться азербайджаном для того чтобы еще больше развивать отношения с турцией очень очень важный элемент потому что роль азербайджана турецкой политики будет только расти и не только в турецкой политики я бы так сказал мусульманском мире в тюркском пространстве и это нужно самой же турции и как это ни странно это интересует и россии потому что с азербайджаном легче проговаривать и комфортно участвовать для россии учитывая наше минимум 200 лет не прошлое и все-таки турция по весовой категории намного она и тяжелее и эта страна нато и эта армия не на бумаге да на этом фоне россия считает что более удобнее общаться по некоторым вопросам через азербайджан где гарантом является азербайджан потому что как неоднократно допустим президент азербайджана наше слово наша подпись и я предлагаю любому человеку посмотреть внешнеполитические любые шаги азербайджана то что было проговорено и то что сделано иногда даже 100 с лишним процентов из того что проговорили поэтому да это комфортно для россии и а других путей не остается дело чисто даже географически давай посмотрим мы видим что с черным морем есть и будет через территории грузии тоже понятно что грузия не будет они сейчас будут очень серьезно лоббировать пытаться но это физически нереально и там есть много и географических и иных причин я думаю это это не то они не могут с ираном договориться чтобы иран согласился на орех на сторону нормально я извиняюсь равнинная нормальная относительная местность проторенная дорога не извинились вам технически там никаких проблем нет до галии железная дорога там 20 километров дело не в технике я опять-таки говорю у нас сто раз легче чем у вас у нас просто вот так взять и все иран не идет на это потому что это предмет торга для ирана зачем он иран должен делать такие уступки россии это же исторический шанс для ирана подожди иран уже это выгодно это же не только коридор я понимаю давай посмотрим кому более выгоднее что иран не сможет жить что-ли без этой дороги то ради бога ради бога вот сейчас актуальность из ангизура и решта и вашей дороги до через вас она растет для россии я же не говорю что она не актуальна для ирана для азербайджана мы-то понимаем кому это важнее естественно это становится предметом торга наиболее сложный предмет торга это именно грузия ладно еще с ираном как-то россия может и азербайджан а вот тут у вас поэтому и россии легче пытаться договариваться с азербайджаном и единственная точка преткновения россия почему-то думала что никто не будет против того чтобы фсб и программ войска россии в перспективе контролировали дорогу через ангизу это принципиально важно для российской стороны и она думала что после 2020 года это одно из основных завоеваний она так считал инвестиции то есть потеряв что-то после 2020 года она считала что она приобрела вот это ну наравне с тем что она вмешалась напрямую в карабахский конфликт я имею ввиду через российских миротворцев это две плюшки основные которые она заимела и сейчас обе плюшки под угрозой мы видим поэтому логистика транспорта сейчас больше всего важнее для россии и в российско-турецких отношениях я думаю да роль азербайджана будет расти в итоге я к чему веду касательно подводя так небольшой итог потому что ты знаешь почему мне бежать я считаю что россия вынуждена будет растратить весь этот ресурс ради того чтобы хорошем смысле ради того чтобы спасти или создать новые транспортные транзитные маршруты и по карабахскому кейсу придется пойти на уступку и на армянскому кейсу придется лишь бы выторговать то что завтра может не быть в отличие от еревана москве имеют огромный опыт внешней политики дипломатии они знают где можно уступить где можно выждать вот сейчас время уступок то есть можно затягивать конечно уступки но все равно время что то что тебе нужно бежать я знаю и это очень жаль но ты знаешь что я пожалуй воспользуюсь ситуацией и скажу что раз такое дело раз вы сокращенно поговорили сейчас можно и мы с тобой это частно обсудим я буду туда можно будет я не буду в стране возможно но можем ну да там решим в течение недели не обязательно понедельник там или во вторник в течение хорошо огромное тебе спасибо за очень интересную беседу еще раз днем рождения еще раз самыми лучшими пожеланиями я уверен что очень много будет комментариев сейчас друзья не ленитесь пишите поздравляйте это очень важно потому что ваше хорошее отношение и хорошие быстро всегда доходят и мотивируется большое спасибо дорогие друзья что были сегодня с нами всего доброго и до новых встреч спасибо